Посмотреть на российско-китайскую границу с высоты птичьего полета уже сейчас могут посетители Аэрокосмического музея в Ивановке. Правда, пока особым спросом услуга не пользуется. Возможно, потому что удовольствие не из дешевых 2500 рублей за 35 минут полета. Все надежды у работников музея на новые экспонаты иностранных туристов. Кстати, Аэрокосмический музей уникальный и единственный на Дальнем Востоке. Наш корреспондент Кристина Добровольская в воздухе не побывала, но костюм пилота боевого самолета на себя примерила. Все подробности прямо сейчас. Учебно-боевой Л-39 или по-другому Альбатрос прибыл в Ивановку из Подмосковья. За 33 года «Железная птица» успела послужить в учебных подразделениях советских ВВС, ДСАФ России. Позже самолет был списан и продан в Ивановский аэрокосмический музей. Таких экспонатов у музея уже 15 и у каждого своя история. Большинство куплено у Министерства обороны, меньшая часть у частных лиц. Часть экспонатов производится путем восстановления деталей самолетов, потерпевших крушение 40-е, 30-е годы. Это в частности самолет О-2, на котором наши доблестные женщины во время Великой Отечественной войны был сформирован целый полк ночных бомбардировщиков, черные ведьмы так называемые, и они наводили ужас на фашистов, не давали им ночью спать. Однако почти все самолеты пока рассредоточены по разным уголкам России. Нужно время на оформление документов и транспортировку, которая, кстати, обходится музею в несколько раз дороже, чем сами экспонаты. А железные птицы на пенсии по цене равны элитным автомобилям на ходу. Пока аэрокосмический музей больше похож на стоянку боевой и гражданской техники. На 66 гектарах земли нет даже здания. Однако Владимир Касьяненко заверяет, уже через несколько месяцев он заработает в полную силу. Помимо самолетов здесь будут и другие экспонаты. В таком костюме пилот боевого самолета может находиться до 25 километров над землей. Специальные шланги и шнуровка не дадут ему потерять сознание при энергичных маневрах с большими перегрузками на сверхзвуковых скоростях. Кроме такого высотнокомпенсирующего костюма будут здесь скафандры, морские спасательные костюмы, экипировка для полета в стратосфере и авиационные шлемы. То есть есть система здесь даже, видите, это подключается разъемная связь, это подключается к маске, микрофон здесь стоит, и система тоже подается сжатый воздух на случай катапультирования. То есть захлопывается шторка, сжимается там, ну шлем плотно, очень человек готов к катапультированию. Билет для посетителей музея будет стоить от 50 до 100 рублей. Посидеть за настоящими летными тренажерами уже дороже – 200-250 рублей. Правда, по словам администрации, больше такой возможности у обычных граждан нет нигде. Гордость музея – взлетно-посадочная полоса длиной 1300 метров. Отсюда три самолета Ан-2 будут возить посетителей на экскурсии над границей с Китаем. Кстати, эти услуги уже есть и стоят около 2500 рублей за 35 минут. Но, к сожалению, пока спросом не пользуются. Владелец музея ждет, когда авиация станет модной среди иностранцев. По его словам, после этого летать захотят и земляки. Кристина Добровольская, Роман Юдаков. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.